Девушки отдыхают По ночам инженер Бочкарев одевает стринги и маску, покрывает тело блеском и превращается в соблазнителя Данте. Когда человек в 20 лет танцует стриптиз, это хорошо. Когда в 25, об этом уже нужно задуматься, а в 30 это... Мисс Казань, Лейла Байгузина... Пенсия в 30 лет светит не только стриптизером. Лейле Байгузиной 21 год, в 18 она стала мисс Казань. Сейчас карьера самой красивой девушки города на пике. Я просто без этого вижу эту ногу. Когда у меня нет съемок или нет показов, я вообще сижу дома, я просто, можно сказать, сумираю. Лейла тоже считает 30 лет предел для модели. Потому кастинги и показы совмещают с учебой в университете. Девушка хочет стать психологом. На заработки казанской модели иномарку купить сложно. Лицо с обложки. О них мечтают, им завидуют. Многие мечтают оказаться на их месте. Но мало кто знает, что в поисках того самого одного единственного удачного кадра фотомодель порой вынуждена часами, а то и сутками в душной студии позировать без перерыва вновь и вновь. И все это за достаточно скромный гонорар. Потому что, по крайней мере, здесь, в Казани, фотомодели большими заработками похвастаться не могут. Если нет работы, блин, не сезон. Летом сейчас не особо очень много работы. Выходит там где-то около пяти тысяч, например. В зависимости от того, в рублях, да. Для Натальи Быстровой пять тысяч рублей – мелкие расходы. У элитного фитнес-инструктора Казани клиентов хоть отбавляй. Трижды мисс Вселенная свои титулы заработала, отказывая себе в самом необходимом. Диета Быстровой приводит в шок обычных людей. Состоит она очень из банальных, простых продуктов. Это куриные грудки отварные, отварная рыба и белки от яиц. Трупы на прогулке. Я кофе попила с утра. Полкружечки. Везет. А я не капельки. Протеиновый порошок для роста мышечной массы. Креатин для энергетической подпитки организма. Глютамин для восстановления после тренировок. А также коллаген для укрепления связок. Ну и кроме этого, витамины и минералы. Это лишь малая часть препаратов, необходимых для подготовки спортсменок к соревнованиям. В целом же такая подготовка обходится в сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Мышечному рельефу Наташи любой мужчина позавидует. Тем более, если он танцует в стриптизе. Николай тоже ходит в спортзал и ограничивает себя в еде. Бывший баскетболист зарабатывает 700 рублей за выход. Работа на корпоративах, частных вечеринках и эскорт-услуги стоят дороже. Предлагали и женщины секс за деньги, и мужчины предлагали секс за деньги, и пары предлагали секс за деньги. Бывают иногда поступают такие звонки на телефон. Приезжайте отработать в сауну там с продолжением. Николай утверждает, он отказывается от непристойных предложений. Заработанного честным трудовым стриптизом на достойную жизнь хватает с лихвой. Его девушка тоже довольна. Любимый всегда при деньгах, а тело – предмет зависти и восхищения всех подруг. Металлический шест – основной элемент в стриптизе. Кстати, это не только фаллический символ, это еще и великолепный гимнастический инструмент. Регулярное занятие, на котором делают ваши мышцы упругими и рельефными. Лейли Байгузиной точеная фигурка досталась в наследство от родителей. Чтобы держать себе в форме, девушка тратит немалые деньги на одежду, косметику и спа-процедуры. Выручает родное модельное агентство «Миста Тарстан». Проталкивает на московские кастинги и зарубежные показы. Платит в три раза больше. Правда, и работать иностранцы заставляют на износ. У меня 38-й размер, а мне один раз дали в Сеуле на Сеул коллекшн. 36-го размеров, потому что у них там у всех маленькие ножки. А куда я говорю? Мне маленькая. А что я говорю? Хорошо, я пойду. Я пошла. Все ноги мне были в кровь, но я пошла. Вечером Наталья Быстрова возвращается домой на своей мазке. В шикарной квартире ее ждет дочь Арина. Сегодня мама обещала ей доверить приготовление фирменного диетического салата. Пальше только не порешить, не входит в состав салата. У меня очень много таких увлечений. Дорогих, дорогостоящих. Я люблю путешествовать, я люблю красивые машины, я люблю хорошие рестораны, вкусную еду. О вкусах не спорят, но для Быстровой после соревновательной диеты и обезжиренный творог – деликатес. Результат такой силы воли на лице и теле. На днях Мисс Вселенной стукнуло 40. Я его не скрываю, абсолютно не скрываю, потому что понимаю, что для некоторых женщин это возможность поверить в то, что в 40 лет человек может нормально выглядеть. Еще в одну банку будет все нормально, а вот пусть будут аминокислоты и анимал снег. Богатые клиентки в спортклубе легко расстаются с деньгами. Они хотят выглядеть как Наташа. Вот только их запросы частенько и ее ставят в тупик. Первым делом девушка, когда приходит ко мне на тренировку, она задает вопрос. Так, вот мне руки, вот как у вас, не надо. А вот грудь, вот мне нужна грудь. Вот, вот, грудь. Я говорю, это вопрос не ко мне, а к хирургу больше. Многие хотят иметь отличный результат в домашних условиях, не прилагая к этому никаких усилий. Тайские таблетки, сережка для похудания и даже такие сложные навороченные механизмы вроде бы гарантируют быстрый результат. Однако специалисты напрочь отрицают возможность накачать себе кубики пресса, лежа на диване. К сожалению, чудес на свете не бывает. И иметь такой пресс, когда тебе далеко за 30, можно только путем тяжелых тренировок в спортзале ежедневно и строгой диеты. Проверено лично. Сергей Шахснев, Лариса Фенина, Телеканал Эфир.